Субтитры делал DimaTorzok Парни, всем привет! У нас продолжается межсезонье. Как и обещали, будем в этом межсезонье освещать дни футбольный Спартак. Сегодня мы находимся в спортивном номерце Курцево, где свои домашние матчи проводит наш мини-футбольный группа Спартак. Как мы уже говорили, здесь на мини-футболе есть уже свой фонансовый сектор, небольшая такая, конечно, половиночка. Это важно, потому что Спартак у нас, это не только футбол, это много-много еще и других видов спорта. С нами капитан мини-футбольного московского Спартака Георгий. Я просто не смогу выговорить фамилию, поэтому просто Жора. Болезнический московский Спартака лучший в мире, в большом мире, в большом мире. Потому что будьте всегда с нами, болейте так же страстно. И мы рады, что вы у нас есть. Молодцы вы, ребята. Прям со мной сейчас человек, благодаря которому в виде спорта, в таком виде спорта, как мини-футбол, мы можем наблюдать наш могучий клуб Сергей Владимирович Борисов. Хотелось бы, Сергей Владимирович, огромное вам выразить признание за то, что вы делаете, за тот вклад. Надеемся, самое главное, что мы будем играть в высшем дивизионе, и Спартак завоюет самые высшие места. Буквально пару слов нашим болельщикам. У Спартака самые мощные, самые смелые и сильные болельщики, на мой взгляд. Самые преданные. Это целая армия людей, преданных Спартаку, болеющих за Спартак. И вот без такой поддержки на любые другие игры даже неинтересно ходить. Вот только в Спартак так озвучен, когда он играет, так поддержан даже в других городах. Половина придут в Саратове, половина местных, половина были в Спартаке. То есть даже в разных городах есть наши представители в виде болельщиков. Потому что Спартак народная команда. Да, настоящая народная команда. Продолжая тема, почему нужно ходить на мини-футбол. Ребят, в каком еще виде спорта вы сможете после окончания матча выйти на игровую площадку, попинать мяч, общаться с футболистами. Я думаю, ни в большом футболе, ни в хоккее, ни где-либо еще нам этого просто не позволят сделать. Ребят, приходите на инфини-футбол. Здесь круто, здесь офигенная атмосфера. Друзья, у нас продолжается в межсезоне. Мы были на мини-футболе, сегодня мы посещаем. Неправильно, у нас сезон хоккейный продолжается. Паша все время молодой, неправильно говорит. Это сложный парень, да. У нас футбольный сезон находится в состоянии перерыва, хоккейный сезон у нас продолжается. И сегодня мы на хоккее, на ретро-матче «Спартак-Локомотив», посвященном 70-летию нашего клуба. Поправился, слава богу. Я в реанимации анекдоты травил. Они говорят, таких дебилов у нас не было вообще. Переживали за тебя все. Как всегда, хоккейный клуб радует, хоть не результатами, а хоть движениями вокруг, резким поворотом в сторону болельщиков. То есть очень много мероприятий и реально радует. Не фанатов, а простых болельщиков. Потому что фанаты так и так, мы придем. Друзья, познакомьтесь, Дмитрий Терещенко, ведущий социальных сетей хоккейного клуба «Спартак». Да, всем привет. Ну, во-первых, хочу развеять вот этот миф, который складывается в прессе, что на отдел маркетинга выделены какие-то безумные миллионы и на пресс-службу рублей, не рублей. Это на самом деле не так, поэтому, конечно, здесь просто работают очень талантливые люди, которые хотят и любят, и имеют в дело свою работу. Ну, наверное, расскажи еще в двух словах по поводу ретро-матча сегодняшнего, как готовились. Какие-то особые задания были? Это, ну, задание, конечно, формирую я себе сам, например, по социальным сетям. Естественно, у нас здесь руководители пресс-службы, Владимир Борисович. Так в двух словах не расскажешь, это целый пласт. То есть мы готовились к этому ретро-матчу с того, как закончился прошлый ретро-матч. Я считаю, что это уникальный, эксклюзивный проект. Мы посмотрели, аналогов нет во всем мире. И то, что клубы начали в КХЛ повторять за нами, это только приятно, нам это льстит. Про сегодняшний ретро-матч можно рассказывать час. Это бомба. Что-то можешь сказать болельщикам «Спартака» напоследок? Я хочу сказать болельщикам «Спартака», чтобы они приходили на хоккей. Независимо от результата, это все равно «Спартак». За это мы его и любим. Я, в первую очередь, болельщик. И прошу вас заполнять все-таки фанатскую трибуну. Ну что, мы пробрались внутрь. Здесь все пропитано уже атмосферой, атмосферой ретро-матча. Поэтому погнали внутрь. Продолжаем обследовать арену, смотреть, что сегодня подготовили, что сделали к этому матчу. Здесь создан был уголок. А ретро-уголок, как нам сказали, можно посмотреть за бытом обычной советской семьи. А даже от наших родителей многим доставались такие велосипеды. Поэтому кто-то помнит. Особенно я помню вот этот бардачок. И в бардачке самое главное. Здесь лежит картон, а там лежал, если все помнят, ключ, который назывался «Семейник». «Семейник». Главное, пару слов. Я вижу, что пришел не один, а пришел в семье. Да, пришел в семье. Привел своих дочерей. Одной сегодня 7 лет исполнилось. Второй сейчас 10, да. У нее день рождения, как в хоккейном «Спартака». 22 декабря. Скажи привет. Это юные наши болельщицы. Всем хочу пожелать, чтобы ходили на хоккей, поддерживали на «Спартак», когда народу больше 8 тысяч приходят на матчи. Пожалуйста, всем. Удачи всем. Старая советская машинка. На самом деле у нас 5-6 назад такие же машинки хранились во «Фратре». И были моменты, когда вот на таких старинных машинках вышивались перформансы вручную, когда не было электричества, когда ломалось что-то. Поэтому данный агрегат нам очень знаком, особенно тем, кто принимал участие в пошире этих бандеров. «Ребята, как атмосфера?» «Да я так говорю, ребят. Мужчины, мужчины, мужчины. Ну, в душе мы все, ребята». Болею сейчас 8-го. Входим уже в 70-х годов. Конечно, не всегда. Атмосфера шикарная. Хотелось, чтобы еще команда радовала. Удачи вам. Спасибо. С наступающими праздниками. Спасибо. Молодой человек, можно вопрос? Вы сюда попали по пенсионному? Ну да, есть у него определенная квота, работать в ветеранном клубе. То есть социальная программа, она присутствует? Конечно, конечно. Можно человеку, заслуженному попасть в такое? Можно. Я благодарен, конечно, хоккейно-спартаку, что поддерживают ветеранов. Сейчас стоит непростое время. Большой очередь в собесе сейчас вообще. Да, народ стоит. Народ стоит. Хоккей сейчас особо популярный, спартак. Мне нравится очень много народу. Люди с детьми. Много девушек, много женщин. Много заслуженных людей. Мои видео уважаемых одноклассников нескольких встретил. И мне это нравится. Движение такое. Очень позитивная атмосфера. Раз мы увидели и встретили Деда Мороза, наконец-то не можем не попросить его пожелать что-нибудь всем красно-белым. Дедушка Мороз. Что он учил? Здравствуй. Здравствуй. Раз уж ты Дедушка Мороз, а впереди у нас праздники, хотели тебя попросить, чтобы ты пожелал всем болельщикам Спартака что-нибудь хорошего. Добра, счастья, побед. Замечательных, искристых, красивых, настоящих в этом году. Дедушка про футбольный не забудь. Дай Бог всем счастья, здоровья и 70-летие Спартака хоккейного спрайба. Держи тебя. Держи тебя. Держи тебя. Дерри. Два. Один. Ирина Котанова. Вы могли пройти мимо таких красивых девушек, которые, оказывается, наши поддержки. Девчата, я в общем вас прошу, поздравьте всех болельщиков. Поздравляем нашу любимую команду «Спартак» и желаем ей побольше побед и, самое главное, удачи, успеха и любви и крепкого сибирского здоровья! Ну что, друзья, у нас закончился матч, закончился для нас как нельзя лучше, мы победили. С нами Максим Потапов, капитан нашей команды. Ну, для начала поздравляем с победой, с нашей общей победой. Максим, хотели вручить тебе небольшой подарок. Вот, это «Fratria Friends Club», это наша карта, карта объединения фанатов «Спартака». Вот, так что пользуйся, пожалуйста. Спасибо большое. Дмитрий Михайлович, заместитель генерального менеджера «Спартака», Дмитрий Михайлович Хварых. Что я хочу сказать, я вот в такую последнюю время стал пользователем соцсети, подписанной на вас. Всегда очень радуетесь, что в «Fratria» как бы не складывается результат матча. Всегда поддержите командами и ваш искусственный баннер. При такой поддержке вы просто могли проиграть. Себя хотим вам вручить карту друзей «Fratria Friends Club». Это наша клубная карта. С нами Артем Воронин, попадающий в хоккей-билет клуба «Спартак». Наш воспитанник Артем с победой. Спасибо, молодцы. Ну, в первую очередь, хочу, конечно, всем пожелать здоровья. Вы для нас, правда, дороги. Для меня особенно, правда, играю для вас. Стараемся для вас, чтобы у вас в новом году все получалось. Ну, от нас тоже многое зависит, чтобы мы вас радовали. Поэтому вместе у нас все получится. Спасибо вам за поддержку. С Новым годом!